Белые снежинки Лонгкан! Лонгкан! С серыми тучами небо затянуто, нервы гитарные Давай, Саши! Давай, брат, до конца! Ребяточки, девчаточки! Я вас категорически приветствую на своём канале Жук в моровейнике! С вами дядь Саша! Великой и ужасный! Достаточно ужасный был смех По-моему, не очень великий, но достаточно ужасный Погу ещё Хорошо, что я дома один, да? А то вот так, прикинь, проходит где-нибудь там Паша В прихожей наверху и слышит из подвала Такой почти демонический смех Папани Наверняка ж кровь в жилах застынет Значит, да, это я, дядь Саша Великий и ужасный Он же рупор мордора Он же злой русский орк Ну, он же некогда благородный Дон Сандро Я ученик-семь-семь и многое шо-кто Значит, ся Сейчас вы будете смотреть Ну, если сумеете это сделать Там, не уснёте, не выключите Не убежите в ужасе от моего Спокойно Ладно, всё, я спокойно В общем, 181-я серия Постапокалипатического Выживальческого сериала Основанного на нереальных событиях Который называется Осы выживатият водой Кажется, 181-я серия Но, по традиции Прежде чем мы с вами приступим непосредственно к игре Я вам понарассказываю всяких рассказов Дело всё в том, что вчера я вам Вчера я вас Вчера я вам, вчера я вас В общем, не записал я вам вчера ничего А вот А вчера у нас что было? Вчера у нас было 15 февраля Да, сегодня у нас 16-е, правильно? Да, вчера было 15-е Вот, просто вчера было среднее Я с утра в храм пошёл Вот, на литургию, значит, богослужение Посвящённое этому празднику православному Там два часа проколачивался, скажем так Потом отправился к матери Она мне попросила батарейки купить Там у неё дома и посидел Потом пошёл Портос кормить Точнее, поехал Портос кормить Ну, это псина такая Ну, которую батя кормил Ну, теперь Бабе помер Царство ему небесное И теперь я кормлю Портоса Ну, летом его кого-нибудь Кому-нибудь его летом, наверное, пристроим Отдадим кому-нибудь его Чтобы он им что-нибудь охранял Найдём какого-нибудь надёжного товарища Ну, пока надо кормить его, да? Да, чтобы он летом... Чтобы он летом ещё был! А то придётся его отдать земле Тогда, если я его кормить не буду Ладно, это... Это... Это нехорошая оркская шутка В общем, покормил Портоса Потом пришёл домой Вот, а мне миссис Флешка просила Чтоб я запиханку приготовил Готовил запиханку там с фаршем Капустой и овашами И вот пока я со всеми этими делами проковырялся Уже там и пять часов вечера И наступило Уже пора и в контру играть Поэтому вчера я вам ничего не записал И ты мне уже спросишь Зачем я всё это рассказываю? Кстати, это не стрим, это премьера А потому что я сейчас буду Тебя с поэтами знакомить Которые вчера родились Просто вчера хотел про целых три Три! Три! Драй! Как говорят наши немецко-фашистские друзья Точнее, не друзья Не другие Драй поэтишен! Дас, Ди, Дер Вот, три поэта Я вам про них расскажу Хочу, чтобы это осталось на видеозаписи Хоть это относится к вчерашнему дню Но это же совершенно не обязательно Чтоб только к сегодняшнему дня Чтоб к шестнадцатому Сегодня вообще шестнадцатого февраля 2024 года Так, как говорится, ближе к телу Как говорил Мопассан Отрубите сбор Значится Пятнадцатого февраля Одна тысяча восемьсот девяносто первого года В Санкт-Петербурге родилась Анна Дмитриевна Ородлова Урожденная Дармолатова Померла 23 февраля Сорок девятого Русская поэтесса Она у нас и переводчица Сейчас я тебе ее Стихотворение одно прочту Ну, в общем, померла-то она в лагере Потому что то ли в 43-м То ли в каком году Они оказались под немцами Их, значит, так сказать Отправили в Германию Ну, а потом, когда она вернулась После войны в Россию Обвинили в измене родине Ну, это тогда было, как говорится В порядке вещей Ну, вот эти все художника-антилегенты Они все-таки товарищи Это ненадежные Как мы с вами убедились Конечно, потом их всех реабилитировали Практически Но все-таки Я думаю, не зря Не зря Были к ним такие претензии Все-таки Ну, не все, конечно Ну, мы нагляделись, да С 24 февраля 2022 года Сколько среди них ублюдков Мразоты и говнища Я, конечно, ничего плохого Не собираюсь про Анну Дмитриевну говорить У меня тут и такого ничего не написано Но просто, знаете, да Ложечки нашлись А осадки присутствуют Серьезные Ладно Пошли читать стихотворение Называется Не нужен нам покой тысячелетний Не нужен нам покой тысячелетний Афинский мрамор Дантовы слова На площадях, политых кровью Дети Играют И растет плакун трава Пожрало пламя Книги, боли, радость Веселая гроза Кружись и пой Из рук твоих Мы пьем Забвенье сладость Бездумный И единственный Покой О как! А теперь Перейдем К следующему поэту Про которого Тоже Я не смог Вам Р-р-р-р Рассказать Вчера Судьба Судьба следующего поэта Тоже Совершенно Неразрывно Связана Со Второй Мировой Великой Отечественной Войной Значит смотри 15 февраля 1906 года Родился Муса Мустафович Джалилов Он же Муса Джалиль Вот Умер он Ну он был казнен Сейчас я вам расскажу 25 августа 1944 года В тюрьме Это произошло Плет Зене В Берлине Значит Муса Джалиль У нас Советский Татарский Поэт И журналист Военный Корреспондент Герой Советского Союза Посмертно В 1956 Году Ему было присвоено Звание Аж после смерти Товарища Сталина Значит Я Был я у памятника Муса Джалиля Который в Казани Находится Ему много Памятников В том числе Присутствует И в Казани Но это как бы Народный Татарский Герой Он там Почитается В Татарстане Вот Есть около Кремля Ему памятник Очень хороший Такой памятник Загуглите Если интересно Посмотрите Я около Этого памятника Стоял Так Значит Смотри Он у нас Воевал Да Вот Был ранен Попал в плен Вот Там Притворился Как раз таки Сознательно Коллаборационистом Типа сказал Ну давайте Товарищ фашисты Я с вами Буду Сотрудничать А сам Тем временем Получил Возможность Ездить По лагерям Для военнопленных И устанавливать Там Конспиративные Связи Под видом Отбора Самодеятельных Артистов Для созданной В легионе Хоровой капеллы Вербовал новых Членов Подпольной Организации Он был связан С подпольной Организацией Под названием Берлинский Комитет ВКПБ Которого Возглавлял НС Бушманов И значит Таким образом В результате Его деятельности Вступил он В организацию Созданную немцем Которая называлась Легион Идель Урал Вот Справированный Первым 825 батальон Этого легиона Направленный В Витебск Поднял Восстание 21 февраля 1943 года В ходе Которого Часть бойцов От Пяти Сотен До Шести Сотен Человек Покинуло Расположение Части И с оружием В руках Присоединилось К белорусским Партизанам Личный состав Остальных Шести батальонов Легиона При попытке Использовать Их В боевых действиях Также часто Переходил На сторону РККА Или партизан Ну Естественно Вышли В конечном Утоге На Мусу Джалиля Был он Арестован Вот Ну В составе Группы Не только он Но и другие люди Подпольщики В том числе и он Заключили его В Муабитскую тюрьму В течение нескольких месяцев Продолжали Пытки над ним И был казнен Он В результате всего этого 25 августа 1944 года Аж на гильотине Ты глянь Какую Паразиты Штук Применили Относительно него В тюрьме Плецзене В Берлине Вот такая вот история Жизни Мусы Джалиля Сейчас я вам прочту Выстотворение Они будут в переводе Потому что писал Он на татарском Вот К сожалению У меня не указано Кто переводил Но мне понравилось Два стихотворения Я отобрал их Вот И желаю Вас с ними Ознакомить Ну можно сильно Не расстраиваться По поводу того Что стихотворение В переводе Потому что Переводчики Тогдашних лет Они очень-очень Хорошо работали И стихотворные Они текст переводили И прозаические Вот Совершенно Сохраняя смысл Не теряя его И все такое Ну вот Стихотворение Одно называется Беда Такое оно Достаточно Люблю такие произведения Когда там Сергей Валерьевич Такой ход Применяется Резкого Изменения Курса мысли Так ладно Читаю Беда Есть женщина В мире Одна Мне больше Чем все Она нравится Весь мир Бы пленила Она Да замужем Эта красавица А в муж Она влюблена Как в черта Скажу я уверенно Ну ежели так Старина Надежда Твоя Не потеряна Пускай Поспешит Развестись Пока ее жизнь Не загублена А ты Если Холост Женись И будь Неразлучен С возлюбленной Ах братец На месте Твоем Я мог бы Сказать То же самое Но знаешь Беда моя В том Что Эта Злодейка Жена Моя Ха-ха-ха-ха Видишь Как Сергей Валерьевич Он уже На ней Жена Черт Побьери Так и сейчас Еще одно Вом стихотворении Мусы Джалиля Я с радостью Прочту Это не стрим Это премьера Следующее стихотворение Называется После войны Ну как мы с вами Только что Выяснили Мусы Джалиль Не увидел Окончание войны В 44-м году Он был казнен Так что Это он Предполагал Как будет После войны В мае Опять Состоится Сбор Съедутся Все друзья Звочно Ударит В дно Хрусталя Алой Дугой Струя И Перебьет Застольный Хор Смех Словно Шум Ручья Это О девушках Говорится О баловницах И расправим плечи Радостный пир Покинем Пойдем туда Где кровь лилась К разрушенным городам Ждут на шоссе Не дождутся нас Пятна фугасных ям Пусть в тумане Рассветной поры Тракторы загудят Пусть играют В лучах топоры Пусть хлеба Шелестят Пусть на улицах Городов Дом За домом Встает Пусть Пусть После Битв От наших Трудов Родина Вся Цветет Слушай А как он так угадал Что это в мае Будет происходить Еще же Год Он Погиб За год До окончания войны Слушай Удивительно Как он прям угадал Что это именно в мае Произойдет Так Сейчас к следующему Поэту Перейдем Он тоже у нас Является Участником Великой Отечественной войны Смотри Значит Николай Иванович Рыленков Родился 15 февраля 1909 года Умер 23 июня 1969 года В Смоленске Русский советский поэт Ну вот в дуропедии Написано Что он Воевал С 1941 по 1945 А что Где конкретно Не указано Так что Только из его стихотворения Мы можем Узнать Может быть Какие подробности Сейчас я вам прочту В общем Николай Иванович Рыленков Тоже у него вчера День рождения Так Пойдем К стихотворениям Одно стихотворение Называется Первое Которое я вам прочту Избави Бога От поздних сожалений Избави Бог От поздних сожалений Когда нельзя Поправить ничего Но так отрадно Сквозь туман осенний Увидеть праздник Лета своего Но поразмыслив Мы под звон метели Все чаще станем Вспоминать о том Что сделать мы могли Но не сумели Что поглядели В лете золотом Скорей бы Хлынул Паводок весенний Чтоб год начать Минувшему Нельзя Избави Бог От поздних сожалений Когда поправить Ничего Нельзя Ну а другое стихотворение Будет уже Как раз таки О войне Николай Иванович Рыленков Бой шел всю ночь А на рассвете Бой Шел всю ночь А на рассвете Вступил в село Наш батальон Спешили женщины И дети Навстречу к нам Со всех сторон Я на околице Приметил Одну девчонку Лет пяти Она в тени Столетних Ветел Стояла прямо На пути Пока прошли За ротой рота Она не опустила Глаз И взглядом Пристальным Кого-то Разыскивала Среди нас Дрожал Росой Рассвет Погожий В ее ресницах Золотых Она На дочь Мою Похожий Мне показалось В этот миг Казалось Все дороги мира Сошлись К седой Ветле И я Себя не помня Крикну Ира Мой птенчик Ласточка Моя Девчонка Вздрогнула И глядя Колония Уходящий Вслед Меня зовут Марусей Дядя Сказала Тихо Мне в ответ Марусей Ах Какая Жалость И поднял На руки Ее Она К груди Моей Прижалась Дыхание Слушала Мое Я сбросил Груз Дорожных Тягот Ну что же Ира Не ревнуй Всю нежность Что скопилась За год Вложил В отцовский Поцелуй И по дорогам Пропыленным Вновь От села И до села Шагал я Дальше С батальоном Туда Где дочь Меня ждала О какой Сихотворение Сергей Валерьевич Так А теперь Давайте Перейдем К поэту Сегодняшнего Дня 16 апреля Который Рожден Ой Какого апреля Че ты плетешь Уже апреля 16 апреля Кстати день рождения Моей сестры старшей 16 февраля Который Рожден Его нарыл Я только одного Ну Предыдущих Трех Нам на сегодня Хватит Сейчас еще Один сегодняшний Туда сюда И уже может быть Даже играть Начнем Это не стрим От премьера Так Эдуард Георгиевич Багрыцкий Настоящая фамилия Дзюбин Да не Дзюба А Дзюбин Родился Ой Извиняюсь А он не родился Александр Леонидович Да Ошибочка вышла Родился он 3 ноября У него сегодня День смерти День памяти Ну ничего страшного Все равно К 16 февраля Относят события Че ты я в книжках Свою невнимательно Поглядел День смерти у него Сегодня Родился он 3 ноября 1895 В Одессе Русском городе А вот умер он Как раз 16 февраля 1934 года В Москве Насколько я помню Он астмой сильно страдал Вот Было обострение Заболевания То есть он там Не был подвергнут Никаким репрессиям И всему такому Помер он Как говорится Своей смертью Но это я сейчас Уточну Ну вроде как я читал Накануне Там написано Что больной Достаточно был Значит он у нас Эдуард Георгиевич Русский поэт Серебряного века Перевозчик Драматург Художник График Так А в книжечке у меня написано В книжечке написано Что у меня в книжечке написано Так А все так и написано Я думал тут что-то Про основание Какого Нет Значит попутал Ладно Хорошо Одну секундочку Что-то с Эдуардом Георгиевичем Все как-то не так Все как-то не так пошло Прости пожалуйста Эдуард Георгиевич Что-то я Что-то я затупил Смотри Несмотря на то Что он считается Поэтом серебряного века А в девятнадцатом году Во время гражданской войны Добровольцем Вступил в красную армию Да И вот что еще Нашел интересного Под какими псевдонимами Он публиковался В одесских газетах И эмористических журналах Некто Вася Нина Воскресенская Рабкор Горцев Во Да Действительно Из-за обострения Бронхиальной астмы Самочувствие Ухудшилось И вот В третий четвертом году Шестнадцатого Февраля Он к сожалению Умер Сейчас я вам его Одно стихотворение Прочту Это не стрим Это премьера Стихотворение Эдуарда Называется Багритского Россия Я Если есть у поэтов Стихотворения Способными С подобными Названиями Всегда Стараюсь их прочесть Мне очень интересно Что Поэты Прошлых лет Так сказать Думали о моей Прекрасной стране Ну или как они О ней Писали Что им Виделось Грезилось Казалось И так далее Так Россия Тревогой Древнюю полна Над городищами Пустыми Копье Простершая Жена Воздвиглась В грохоте И дыме Степной Ковыли Дикий Прах Сияли Росы А в лесах Косматы Вепри И тур Суровый Толкались Меж кустов Густых И глотки Клокотали Их Когда Отрещал Пожар Багровый И ты Носилась По лесам Охотницею Необорной По топким Кочкам И по мхам Сквозь Строй Стволов Сухой И черный И там Где Смоленая Мгла Текла Над волчью Тропой Опущенная Тетивой Звенела Легкая Стрела И после Ловли И охот В страну Где солнечный Восход Колышет Тяжкое Сиянье Ты Клалась Затаив Дыхание И вот Одежду Изорвав Из-за Кустов И жестких Трав Стерей Ты видела Разбеги Где Вольным Солнцем Сожжены Гоняли К рекам Табуны Воинственные Печенеги О, Русь Тебя ведет стезя До заповедного Порога Пусть страшно Тешатся Князья Междуусобную Тревогой Пусть цокают Татарский Кнут По ребрам И глазам Огромным Пусть будет Гноящим Бездомным В ночи Последний Твой приют О, страста Терпится Вперед Тебя Широкий Ветр Несет Сквозь Холод Утр Сквозь Влагу Ночи Гремя И воя В пустоте И к соколиной Высоте Ты жадно Поднимаешь Очи И вот Как пение Рогов Клубясь Промчался Рой Веков Ты падала И восставала Ты по дороге Столбовой Бродила С нищенской Клюкой Иль Меч Тяжелый Подымала И шла На заповедный Бой Теперь Ты перешла Рубеж К былому Нет возврата Ныне Ты гулки Кинула Метеж Как гром На царские Твердыни И в блеске Молнии Роковом На камнях И листве Опалой Ты дивной И ужасной Встала На перекрестке Мировом И покидая Душный Лого В туманах За морем Сердитым Тебе Храпя Грозит Копытом Британии Единорог О, Русь Твой путь Тернистый Светел Пусть Гальской Красноглазый Петел Наскакивает На тебя Ты видишь Зорь Огонь Широкий И Вольность Буйную Любя Идешь Без страха В путь Жестокой Да Эдуард Георгиевич Хорошее Стихотворение Ты написал И наших Главных Злодеев Оппонентов Ты прекрасно Видел Да Тебе Храпя Грозит Копытом Британии Единорог Молодец Эдуард Георгиевич Молодец Люблю Людей Которые В корень Зрят Да Несмотря На то Кем бы Они там Не были Ходожняками Антеллигентами Без всяких Вот этих Розовых Соплей И прочее Размазнить Типа Я за мир Молодец Эдуард Георгиевич Молодец Хвалю Отличное Стихотворение Так Теперь еще К ой-каким событиям Сегодняшнего дня Перейдем А там уже И глядишь И Злон Дарк Не за горами Да Давайте еще раз Ха-ха-ха-ха Ах ты ж Господи Кто-то ж мог На начало Не успеть И не слышать Вот это всего Ну да Мог Ладно Чтобы вот понять Что такое Ах-ха-ха Надо сначала Все поглядеть Хотя может Не поможет Если сначала Поглядите Да Может и не помочь Здравствуйте Здравствуйте Это не стрим Это премьера С вами дядя Саша Великий Как говорится И ужасный Вот это Ах-ха-ха Это вот Это самая Величавость Как говорится И ужасность В полный рост Праздник сегодня Имеется День разведки Военно-морского флота Россия Ежегодно 16 февраля В российских вооруженных силах Отмечается День разведки Военно-морского флота Российской Федерации Установленный приказом Главкома ВМФ России Номер 41 От 30 января 1998 года Дата 16 февраля Определена В качестве годового праздника Морских разведчиков связи В связи с тем Что в этот день В 1938 году Приказом наркома ВМФ СССР Все вопросы Военно-морской разведки Перешли в ведение Вновь созданного Разведывательного отдела Наркомата Военно-морского флота Хотя морская разведка Имеет более древнюю историю Да В нее Ну естественно Дата ее создания Одной с концу 19 века Но изначально Она входила в состав Военно-разведки Российской армии Как самостоятельно Разведанная служба ВМФ Она была создана Как раз В 1938 году И с тех пор Является важным Звеном вооруженных сил Страны И одной из старейших Разведывательных Службы России Ну что ж Поздравляю всех Имеющих отношение К этой очень важной И нужной Службе Ура Товарищи С праздником Вас, дорогие разведчики ВМФ России Ну что ж И теперь В заключении Мы переходим К народному Календарю Ну вчера, кстати По народному календарю Было Сретенье Оно же Громницы Вот Громницы Это свечи такие Которые Освещали вчера в храме И потом их зажигают Во время грозы Вот Чтобы защитить свое жилище От грозы Там от молнии Все такое Ну и вчера еще Конечно Православный праздник Сретенье Вот Я в храм, говорю, ходил За воинов наших молился Свечу им поставил Вот Чтобы Господь их спас И сохранил Так что Вот Вчера Поэтому я Ничего вам не записал А сегодня У нас 16 февраля По народному календарю А по старому стилю 3 февраля Если у кого есть Древолюционные календари На 2024 год Вот Семен и Анна Хранитель Младенцев Починки Еще называется Так Да А это я читал В этот день Почитали двух святых Встретивших Младенца Иисуса В храме На 40-й день От его рождения Кстати Это имеет отношение Ко вчерашнему событию Все правильно Анну и Симеона Вот Симеон Кстати Симеон Ему было Сказано Что он не умрет До тех пор Пока не встретит Спасителя И он там жил Чуть ли не 300 лет Вот А вчера 15 февраля Он его встретил Поэтому это называется Сретение Сретение Значит Встреча Вот А почитают их Уже сегодня Симеон и Анна Значит Симеон Богоприемец Благочестивый праведник Ученый Живший в Иерусалиме Когда он переводил Книгу пророка Исаии Он усомнился в словах Дева в очреве Примет и родит сына Ага Он то есть усомнился Что будет Непорочное зачатие Я так понимаю Да И тогда Симеону явился Ангел Ах вот С чего все началось Вот Явился Ангел И обещал Что Сарис Не умрет до тех пор Пока своими глазами Не увидит ребенка Рожденного Девой Марии Так и получилось В храме в тот момент Была Анна Благочестивая вдова Которая узнав О рождении Спасителя Восславила его С преданием Связаны второе название Праздника Хранитель младенцев В этот день Было принято Обращаться к святым Симеону Он же Симеон И Анне С молитвой Здоровья на врожденных Есть и третье название Починки Оно родилось Из обыча Начинать подготовку Лошадиной Збруи Ездовой И пахотной В этот день говорили Симеон и Анна Збрую Починяют Потом еще говорили так Дед встает Чуть свет Чинит Збрую Летнюю Да барану Столетнюю Знаменитая поговорка Готов сани Летом А телегу Зимой Также относится К починкам Сегодня Надо телег Готовить Как правило Ранним утром Вся семья Выходила из дома Шла в сарае И занималась Работой Понятно Но Ка быстро Все в сарае Работой Заниматься Починять Свои телеги Хотя сейчас Телеги В автосервисах Починяют В основном Для этого праздника Варили особое кушанье Саламату Саламату Так называлось Распущенной В воде Гречишной Пресное Тесто С маслом Распущенное Ну значит Растворенное То есть Тесто готовили Потом его кидали В какое-то количество воды И там Бухтыхали Бухтыхали Пока оно Не растворялось Ох ты Шеперный Тесто Гречишное Тесто С маслом Пресное Хо-хо-хо Хо-хо Как говорила Элочка Людоведка По этому поводу Говорили Приехала Саламата На двор Расчинай Починки А мне Сергей Валерьевич Кажется После того Как Саламата Такая приехала В организм Там надо Расчинать Что-то другое Мне кажется Гречишное Тесто В воде Это с маслом Мне кажется Реактивная тяга Должна начаться Через какое-то время Я так думаю Может быть Это тоже Часть починок Чтобы работал Быстрее Что касается Природных примет Ага Что касается Природных примет То люди Наблюдали за снегом У меня вообще По-моему Снега почти нет Остался какой-то лед Если на Семена Иоанну Он валил хлопьями Лето будет дождливо У меня пока Ничего не валит Все серое И вокруг один Лед и лужа Именины в этот день Адриан Анна Василий Владимир Иван Михаил Николай Павел Роман Семен Тимофей Вот такие нынче Мина Так Ну что Вроде все Почти Тридцать Где-то Три минуты Может быть Тридцать Четыре минуты Я вам понарассказывал Можно Как говорится И наушнички На себя Напялить Так Ватсон у нас готов О готов Ну а то в прошлый раз Ж был не готов Да Все Сейчас начнем играть Так Загрузить А за выживанием По традиции По традиции Нашим отважным воинам Нашим отважным участникам Специальной военной операции Я передаю От моего горячего Оргского Русского Сердца Мой пламенный привет Работайте Братья Храни вас Бог Бейте Бейте Фашистскую Гадину Ватсон Ватсон Заводи Драндулет Поехали В 181 серию Поехали Поехали Приехали В общем Заново Все В общем Я Полтора часа Зазря Разговаривал с телевизором Вот что я вам хочу сказать Такое изредка бывает А вот тот раз Когда я А что я тут делал Я уже не помню Я канистру наполнил На 4 литра Блин А как задолбало Это Ну давай Сейчас короче Наполним канистру Ну Целый час Там сколько было Хорошо Хоть это Вступление отдельно Хоть стихи заново Не читать Не Если стихи заново Читать Я бы точно пошел Я бы точно пошел Бутылку достал И допил бы ее в самолете Не Если что Стихи заново читать Не 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 Слава богу У придурка ума хватает Отдельно вступление делать Да Угу Ну потому что Это невыносимо Заново Это невыносимо Заново Все это дело Делать В общем Это не стрим Это премьера И я сейчас буду Очень злой Ха-ха-ха Я сейчас буду Очень злой Просто По максимуму Блин Я там уже Тайник каменный Построил Уже Все сделал А Да твою ж дивизию А Их сталкер Мы сегодня Вам теперь не запишем Извини Сергей Валерьевич Накладочки Выходят А ты как думал Вот такая На жизнь Видеоблогерская Понапланируешь себе Значит Кренделей Блин Вода выкипела Что Сгорело Нахрен Котелок Нахрен Сгорел Про котелок Забыл Про этот Дурацкий Так ладно Все сосредоточить Да что сосредоточить Все коту под хвост Это полтора часа Когда вылетает Ты представляешь Это вообще никуда не годится Это максимально никуда не годится Это жопа Как я ненавижу Когда это происходит А Хоть бы пораньше Чуть-чуть А Ну почему полтора Почему когда я собрался Заканчивать И мне чуть-чуть Не хватило Чтобы все нормально Было Твою дивизию Так Держаться Держаться Да держаться Нету больше сил Вообще Сил больше нету Я не могу Я не могу Я ненавижу Когда это происходит Это слава богу Происходит не часто Ну от этого От этого радости Все равно Нету Так Ну я выяснил В процессе прошлой серии Что у меня точно нет Тяжелого молота На зоне запустения Это я выяснил Как выяснил Ну Методом дедукции Выяснил Тем что в моих записках Относительно Количества наконечников На На прибрежке Ничего не написано Во-первых Наконечников Там всего 6 штук Только лежит И нет там Где этот был Только что я видел Вот АЗС Наконечников Только 6 Негусарских Да видишь И нет ни ножа Ни топора Понял Да Вот Это значит Не ковал я Ничего Иначе там были Запасы ножей И топоров То есть точно Надо тяжелый молот С собой тащить Вот Это я выяснил Потом я выяснил Что мне не надо Туда тащить Ножовку Блин А какого хрена А какого хрена А Бесит Аж Бесит В этом плане Стрим Гаражда Лучше Он никогда Не поломается А вот Записью Такое Происходит Печка Печка Буржуйка Буржуйка Печка Печка Буржуйка Какого хрена А Я уже лобил рыбу Уже сделал себе Полный этот Сраный Канистру Уже набрал Четыре литра И тайник каменный Уже построил И шиповник Туда весь Уже сложил Блин А вот Тудочка у меня тоже Один раз порвалась В прошлый раз Да Был Дело Порвалась Ладно Хорошо Хорошо У меня в прошлый раз Порвалась только один раз И сейчас пока один раз Порвалась Но в прошлый раз позже Порвалась Точнее В несостоявшей серии Она порвалась Не так рано И на лима я тот раз Одинного поймал Да Был один на лим Только один Слушай А почему эти Большеглазки не ловятся Или они не здесь ловятся То есть здесь они должны ловиться Что-то у меня большеглазки Вообще ловиться перестали Или как они называются Вообще Хрен одной Большеглазки Ну хоть медведей не стрелял В прошлой серии И то хорошо А то еще медведя Об заново стрелять Столько этого Мне не хватало Ладно Сейчас быстро соберусь А что Будем тайник строить Ну вообще он нужен Конечно Но с другой стороны Можно на него забить Да какая разница Тебе хочешь не хочешь Вот опять надо час записывать Блин А Это не стрим Это премьера И дядя Саша Рвет Волосы На голове И в прочих Даже может быть В неприличных местах Ну потому что Это капец Это капец Это ты просто так Поговорил один час С монитором Представляешь Поговорил просто так То есть Там даже Трех просмотрев Не соберет Этот твой разговор И десяти дизлайков Вообще Ничего не соберет А зачем поговорил Ну просто так поговорил Слушай Я тут волка Еще одного стрелял В тот раз Он у меня лежал Вон тебе протухли Два из них Ничего взять не смог Ладно Давай спать Шарапов Ложись спать Не о чем говорить Ложусь Кладусь Хе-хе-хе Как говорил Горбатый Деньги любишь Кто же их не любит И на это Горбатый сказал Эх-хе-хе Точнее не на это По-моему Когда он сказал Что зачем Они ему Так Зачем А зачем тебе деньги Да нашел бы Зачем Ответил ему Шарапов Хоть бы с лелькой В кисловод Закатился Так Кисловод Как ты говоришь А ты говоришь Тяжелая Неказиста Жизнь Благерического Артиста Сань Сань Там Благерические Там Тупые Благерические Ну Немного Есть Такое Да А литл Буду рыбу Ловить Что делать Держаться Нету Больше сил Да капец Блин Вообще Понапланируешь Вечно Кучу планов А потом На тебе Получи Распишись Вот тебе Твой план А вот Теориализация Кушайте Не обляпайтесь Как говорится Да Где волк Тут волк приходил Я вот тут положил Он тут лежал Дохлый Не а то что ли Не приходит В этот раз В этот раз Не приходит Скотина Ладно Рыбу Ловим Надо Набрать Четыре литра В канистру Мда Набрать 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 Сейчас Наберем Ну Сегов Я в прошлый раз Наловил До хрена У меня были Одни Сеги 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 Ни сега себе Сказал я себе Окуньки пошли покрупнее Чуть-чуть Чуть-чуть покрупнее Сеги сияния окуньки на лим петрович она лим петровича нам своего дашь как говорил горбатый не дают на лим петрович а на лим петровича на съедение нам дашь не дают ну дайте мне на лим петрович на съедение так что я когда записывал вам не состоявшую серию говорил что мы сейчас сергеем валерьевичем пойдем вам записывать третью серию true и stalker а все на записывался как говорил дед бабкина довертелся и призывал вас значится становиться благородными донами чтобы первыми получить возможность смотреть true и stalker за 111 рублей все они надо никакими донами становиться отмена галя у нас пол литра ой то есть у нас отмена все никаких донов ничего не надо все ничего не надо все можете не будет 3 серии и завтра не будет и воскресенье не будет есть понедельник сергей валерьевич на работу пойдет все все спасибо тебе папаша за ласку которую мне тут fox обещал а волк идет с другой стороны тот раз отсюда пришел а себе и лука заготовку сделал да а сейчас я еще не убью мы с ним подеремся смотри сейчас все пойдет через жопу извиняюсь за выражение потому что она уже пошло не успел я в него выстрелить хотя по дуге он скотину заходил по опасной а очень опасно на дуге заходил ну зато сейчас шурик пойдешь проторенной дорожкой а может быть даже проторенной ну и нахрен эту дорожку проторенную проторенную я без ней нормально шел я уже почти к успеху пришел мне там осталось немного поговорить с телевизором поговорил по душам ладно как говорится кто никогда не падал тот никогда не утирался нет никогда не поднимался да ну и не вытирался тоже смотря куда падал все-таки третий волк пришел да как говорится тайминги здесь почти одни и те же так сколько там в канистре 392 и 92 еще немного поймаю может быть все таки налим петрович зайдет но вообще должен быть налим петрович был же в несостоявшейся серии налим петрович это не стрим от премьера 181 серии если каши получится в этот раз не как в прошлый то в прошлый раз просто полтора часа с телевизором поговорил и все на этом и и подытожили и подытожили телевизору конечно понравилось мне не очень Сергей Валерьевич тоже там сейчас в печали мое сообщение читает где ему написал что ни хрена мы с ним записывать не будем не не получится не хватит времени уже все тоже знаешь сразу ясно сейчас время 11 38 ща я пока до запишу это дело сколько до скольки я это буду записывать но получается 12 38 почти до часу я это буду записывать чуть больше потом это до двух будет монтироваться чуть больше вот хотя да какой до двух не получится до двух там больше получится по итогу ях жизнь моя пол-литра да ну ее в болото болтаю с телевизором а точнее точнее а мне болтать да 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 мне болтать а мне болтать просто так с телевизором неохота блин я там еще хотел другую игру мне там ключей по надавали у меня там ключей полный карман твою дивизию а дурацкий зелон дарк эти криворукие разработчики чтобы у них по вылазила заколебали блин чтобы у них по вылазила чё по вылазил до чё по вылазил чё надо чтоб то и по вылазил хорошо хоть сохранение на каждую серию есть да это конечно печально записывать заново все а прикинь вообще если бы не было возможности продолжать а начал бы откуда-нибудь хрен знает откуда это к серии 50 назад спасибо нет сохранение надо обязательно делать потому что эти баги их не их не и гугоны и они до цугундира доводят кого хошь что случилось я в текстуры провалился нахрен и умер вот что случилось я нахрен умер в текстуру я даже не понял чё произошло и как это произошло блин хоть бы escape успел нажать на тут просто нажать escape и выйти из игры я сидел смотрел как я падаю с текстуры ну и всего и прилетел твою дивизию поэтому такой злой по глупости на милицию налетели как фокус говорил мы пофиксили мы пофиксили чё вы нахрен пофиксили ничего не пофиксили пофиксили они фиксители хреновы хреновый фиксители ладно запишу заново чё делать чё делать-то делать-то нечего серии то надо записывать надо так пять часов шесть минут пять часов шесть минут шесть минут пять часов четыре литра набрал ладно давай мы с тобой семь часов поспим должно должно хватить водилу потерять не бои не боюсь водилу потерять так короче я не буду никакой строить этот или строить да блин опять камни ходить собирать такой уныних опять заново собирать я ж уже строил его а где он нету нету его если строил должен быть да должен ничего он никому не должен давай сегов вот этих разрушенных пожарим короче налима я не поймал в этот раз да налим нечаянно нагрянет в этот раз не нагрянул ни хрена налим ко мне ну что ж значится так тому и быть как говорил жеглов значится не было его ну понятное дело его же никто не видел кроме меня это тут сказки рассказы может и не записывал ничего сидишь тут вы думаешь ну может быть и такое кстати кстати может быть это такой ход до новый художественный ты решил но да изображу из себя такого злого значится дядю сашу и буду рассказывать сказки такой новый новый ход да знаешь где такие ходы видал новые новый ход ну так проверить же никто не может ну понятное дело что никто не может придется мне на слово верить или не верить а а я же кто я же дядь саша великий ужасный может быть я и придуряюсь да ты какой коварный а я от тебя такого не ожидал да я сам от себя такого не ожидал а чё ж ты тут им сидишь чешешь да что ты в текстуры упал а может и чешу ухахахаха ой кстати когда я тут я в прошлый раз вот так тоже смеялся но тогда еще паша не было а сейчас уже паша пришел а я еще говорил вот там хорошо что пашей нет а то он услышал этот демонический смех а вот сейчас он этот демонический смех услышал а может не было никого прошлого раза ты выдумываешь может может тебе вообще это привиделось не ну может мне конечно и привиделось такое может быть Такое исключать нельзя, но я уже почти месяц не употребляю, так что как это мне привиделось, я не понимаю На основании чего мне это привиделось? А может у тебя есть алкогольная интоксикация, а у тебя обратный процесс Нехватка алкоголя и начинаются всякие галлюцинации Да что ты несешь, как это нехватка галлюцинации? Не должно быть никаких Да кто тебя знает? Сидишь выдумываешь незаписанную серию, которой не было на самом деле Да что не было бы, ладно, да ладно Какие ваши доказательства? Доказательства какие? Хм, у меня есть одно доказательство, но я тебе его не покажу Да не то, а не то, ладно От тебя все можно ожидать, да чего все можно ожидать Я человек, я человек приличный, почти Так, ладно, это все не важно, что там было, не было Короче, пошли Ну будем строить? Я тебя спрашиваю, ты будешь писать или нет, как говорил Жеглов Маньки Да буду, конечно, я строить этот дурацкий каменный тайник Ну что мне делать остается? Буду, конечно, строить Буду Один камень Второй Третий Шетвертый Пятый Шестой Блин, седьмой 50 штук надо набрать Да я знаю, что 50 штук надо набрать Так что, граждане, это не стрим от премьера А серию Сталкера третью Я не знаю, когда мы вам будем записывать Вот, так что даже я не знаю, стоит ли вам в группу ВКонтакте вступать И становиться благородными донами Чтобы Труи Сталкер иметь возможность первыми смотреть Труи Сталкер Вот Потому что сначала это доступно Донам в ВКон А потом через неделю доступно всем остальным А вдруг ты хочешь быть первым? И, кстати, потом же другие будут серии Сейчас пока Труи Сталкер А потом что-нибудь другое Будут доны Доны и будут предлагать Вот, а дядь Саша будет соглашаться Наверное, а может быть и нет И записывать Да, Сергей Валерич? Знаешь, куда я тайник поставил? Вот здесь он стоял Да Вот здесь он стоял О, куропатка пришла А в прошлый раз ее не было А сейчас пришла Сколько там было? Да, по-моему, 14 там было Да какая? Ой, погоди, надо было мясо на улице оставить Ладно, сейчас оставишь Медведи уже высохли все Откуда ты знаешь? Я ж записывал серию Медведи высохли А лося я отнес вот сюда Положил под коврик себе Вот сюда Вот здесь лось лежал Вот это все перечинил Твою мачо заново буду чинить Да что же это такое, а? Берримор Что вы так кричите? Что это тут? Глухие, что ли? Вот, перечинился вот эту Барматуху Вот Тайник каменный Каймик тайменный построил Тайминговый Тайник тайминговый построил Назвал его тайник шиповником Положил туда шиповник Проводил папу А медведей куда девал? Медведей? Не стал говорить колодца Ну, девать их особо некуда Эх, верстах было В верстах В верстах их положил В верстах В верстах В верстах Положил медведей верстах В сакан Потом буду использовать Для починки медвежьей шубы Вот, верстах положил Вот Делал себе перья То есть перья стрелы Мне перьев не хватало Я стрелы брал Вот Ой, какой То есть стрелы делал Перьев не хватало Перья брял Брял Ну, короче, все Язык заплитыкается Перья брял. Погоди, а тут есть клен. Перья он брял. Нет, тут клены. Брял перья я, Сергей Валерьевич. Главное, что не брил ты перья. Ну, брил перья, это надо уметь. Хотя, в принципе, тут ничего особенного нету в том, чтобы перья побрить. Да, их, конечно, проще зажигалки побрить. Запашок будет характерный. Клен-то тут лежали на полу. А я забыл уже. Забыл он. А голову-то не забыл. Нет, вот она в пакете, Мария Ивановна. Как договаривались. Пока все заберу. Так, что будем делать? Да что будем делать? Все будем делать. А что вы можете показать по делу Щукина? Все могу показать по делу Щукина. Канистры. Так. Канистры бараночки. Зачем ты факелов набрал? Блин, всего только 20 минут. Представляешь? 20 минут. Я записываю, записываю. А тут только 22 минуты. 22 минуты. Это капец. Это не стрим, это премьера. Это трагически катастрофическая премьера. Как говорится, два часа по цене четырех. Ох. Да. Да. Ну, это если предположить, что рассказы про неудавшуюся запись серии правды, да? А вот правда нет или нет, это вот вам никто точно не скажет. Может быть, это были мои галлюцинации? Может быть, может быть. Галлюшковые галлюцинации. Сейчас нож будем ломать. Смотри, ему сейчас будет хана наступать. Хана будет ему наступать. Слушай, а что это у меня светится такое? А, это был риск переохлаждения. Понятно. Стрел себе в дорогу надо сделать, да? Наш пострел себе сделал стрель. Потому что, потому что нельзя, потому что нельзя бить по стрелу без стрель. Простая стрела. Простая, простая, простая стрела. Девять стрел. Ну, я, конечно, девять не сделаю, понятное дело. Но сколько сделаю? Сейчас просто ночь наступит. Ночь и тишина. Да, но я навек. В прошлый раз такой песни не было. Да, я знаю. В прошлый раз много чего не было. В прошлый раз ты за оленем гонялся. Кстати, да, позорной была погоня. Хорошо, что ее в этот раз не будет. Ну, вот видишь, в чем-то есть положительные моменты. Ну, да, не будет позорной погони за оленем. Опять же. Может, тайник быстрее соберу. А то в прошлый раз я что-то тупил, ходил. Ходил, 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 ходил. А мы еще поглядим по таймеру. Через сколько ты соберешься и пойдешь дорогу. В прошлый раз собирался чуть больше часа. Там час 15, час 20, кажется так. Или даже полтора часа. Вот поглядим сейчас, сколько ты будешь собираться. Сейчас посмотрим. Так, сейчас-то я по проторенной дороге иду. Даже, может быть, она мысленно была проторенная. Что, такой подробный план составил? Да хрена себе. Вообще, что ли, заняться нечем? Почему? Есть чем. Есть чем заняться. Там 20 бутылок стоит. Но пока не могу этим заниматься. Понимаешь? Не могу. Временно... Временно не могу. Поэтому будем серию повторно записывать. Так, слушай, у меня тут еще эти... Я хотел выкинуть вот эти эти. Пусть они тут стоят. Пусть стоят неуклюжие эти кружки на полке. А дядь Саша орет и орет. Что он орет? Да что он орет? Он все время что-то орет. Дай хоть на бульоны посмотрю тут на всякие. Испорченный рагу. Испорченный пирог докер. Испорченные блинчики лилии. Что ж ты, фраера, сдал назад? И блины испортил ты. Да ладно, блины. Я серию испортил. Что там блины? Что там блины серии испортилось? Пятачок, но если ты не выстрелишь, как говорил Винни-Пух, тогда испорчусь я. Вот. Таким образом, имеем мы 12 стрел, 13-е поломанное. Так, наконечник, Шурик, сдать. Сдать. Сдаем наконечники, сдали. Так, инструмент нужен? Да нет, в луке он участвовать не будет. Хорошо, в луке он не участвует. В луке он луке. Так, тяжелый молот пока со мной пусть не ходит. Пусть не ходит. Так, ты главное не забудь взять ингредиентов для пирога. Ты вообще идешь пироги делать в прибрежку. Помимо всего прочего. Помимо всего прочего я иду пироги делать, да? Это если я дойду туда, то я туда хрен дойду. Так, я в прошлый раз починил инструмент, потому что он уже слабенький. Давай починим. Починил, починил. Так, инструмент починил. Так, теперь лук будем делать новый. Точнее я сделаю его заготовку и с собой возьму. И возьму с собой сию заготовочку. Опси, опси. Вот оно время пролетело. Так, слушай, что-то у меня еда окончилась. Как-то я в прошлый раз еду и с собой больше приволок. Да? А, я как этих налимов тогда принес. А сейчас вот у меня оленина приготовленная, испорченная. Так, волчательно приготовленная. Оленина приготовленная. Оленина, оленина. Приготовлена для меня. Для меня. Оленина, приготовлена на оленинах. Моя оленина. Так, что там? Да лук для выживания. Так, нож уже 5%. Шурик, видишь? Вот. Но мы его до конца делать не будем. Мы его будем делать почти готовым. А в прошлый раз у меня нож был 4%. А сейчас у меня нож хуже выглядит и может накрыться медным тазом. Осталось 8 минут. 3% ножичек. Ножичек. Ножичков у нас на всех хватит. Но пока у меня другого нет. И точильный камень я на него тратить не буду. Я буду ножичек расходовать. Когда он крякнется, я начну махать топором. Потом еще надо одежду перечинить, да? Да, перечиним. Так, перья я все с собой заберу. Потому что в прошлый раз, как ты помнишь, у меня с перьями возникли какие-то траблы. Ой, я удочку не забыл из барака, да? Не забрал. Да, в прошлый раз я удочку забирал. Ну, не все коту творог. Можно и коками об порог. Да. Ладно, выйти новая удочка на ту забей. Да, понятное дело, что забей. Спальник надо починить, потому что пусть он будет в хорошем состоянии. Мало ли чего там мне пригодится, не пригодится. А то я сейчас уйду, а он тут разрушится. Так, спальник я починил. Ну, давай спать. Давай. Спить. Там как раз метель метет, слышишь? Слышу, да. Слышу, слышу. Метель там нормально. Нормально задувает. Нормально, нормально. Так, полчаса отговорил с телевизором. Хорошо. А вдруг сейчас будет интереснее? Ну, я не знаю. Куда уж интереснее. Куда еще интереснее-то? Так максимальная интересность постоянно присутствует. Куда уж интереснее-то? По-моему, интереснее уже некуда. Некуда! Так, а у меня в настройках что включено? А, да все нормально. Так. Ну, лютк. А, лютк, спальник. Это я все тоже починил. Да, все починил. Кроме шлемофона. Решил все починить. Ладно, если решил. Если решил, чиним. Что ж, надо, значит надо. Так, эти портки починины. Ну, мои тоже заодно. Можно сразу починить, а то они какие-то желтые. В желтых портках как-то ходить. Не гоже. Так, желтые портки. А, вот это можно не чинить. Она пусть остается такая. Это я не буду чинить. Должна нормально протянуть желтые портки с улыбкой странной. Слушай, если на портках улыбка, да я понимаю, то это дело, дело очень, дело очень серьезное. И тут уже, по-моему, уже надо искать специалистов, если тебе портки улыбаются. И поэтому, и поэтому он улыбается мне, мы друг друга, мы друг друга понимаем вполне. Я и человек без портки. Ой, то есть на луне, на уме. Еще свитер этнический. Сань, Сань. Ай, там этнические, этнические. Не, погоди, еще Шанель где-то, номер пять непочиненный. Да, сейчас буду Шанель искать. Сейчас буду искать Шанель в инвентаре. Где Шанель в инвентаре? Вот она, Шанель. Ее тоже зачинить. Хотя, конечно, носить я ее не собираюсь. Я его носить не собирался, как говорил товарищ Кирпич. Во втором кону не пофартил, этот дуракок Каптен его и выиграл. Вот. И что же мне делать, Шанель? Ты почему не хочешь сюда класться? Почему, почему? Ешь, что-то мешает. Так. Сковородку снизу надо взять, да? Четыре. Ай, еще четыре, еще четыре. Четыре картошки надо взять, там по две картошки на кексы надо. Соль есть, масло. Масло. Двести пятьдесят. Масло берем. Вот они картошки. Раз, два, три, четыре. Смотрим в рецепты. Кексы. Вот они, они кексы. Видишь, форель нужна. Так, картофель, вода, масло, соль. Слушай, когда же мы вот эту рыбу сможем? Когда вот этот сюрстреминг нам станет доступен. Так. Ну и приличный свитер этнически. Надо сделать сверхприличным. Он у нас приличный, а мы его будем делать сверхприличный. Так, сверхприличный готов. Что еще будем делать? Все, пошли тайник каменный воздвигать. Як тайник себе воздвиг каменный нерукотворный, к нему не зарастет, наверное, нихрена. Мда. Сейчас мы поглядим, кто куда не зарастет. Так, а тут жрать нечего, тут все сырое, да? Да, ладно, пошли за рыбой сгоняем тогда. Сейчас вот тут пройду, камни пособираю, если найду. И заодно рыбы принесу в нору. Так, значит, заготовку лука сделал. Стрелы сделал. Одежду почти всю починил. Надо еще шубу медвежачью будет починить. Вот, и будем выдвигаться. Выдвигангстерами будем становиться. Камушки. Волков я в прошлый раз много настрелял. Сейчас еще только одного. Ладно, волки делал наживной, как говорится. Очень наживной. Это что, камни? Нет, это Тимофеевки. И сколько же я собрал? Семь штук, двадцать один. Сколько же ты мне денег дашь, если на этом месте завтра будет сидеть хавокс? Хавокс. Хавокс. Хве-и, хве-ли, заплесневелые налимы. Вот этих я налимов в прошлый раз и притащил. Хве-ли, пе-о-ок. Так. Опять какого-то микрорыбу взял. Микрорыбу для микрозайма. Да, налим он глянь сколько. Четыре килограмма, две шестьсот калорий у него. Так, камни нужны. Нужны, шурик, камни. Время собирать камни. Ага. Облегчительные приспособления, кстати, напялены. О, а волки-то все исчезли, да? Ага. Как и не было их. Поисчезалы. Так, это все Тимофеевки плоды, да? Камешков тут нету. Да камешки ты тут же уже, по-моему, собрал. Да собрал, собрал. Я-я собрал. Ну, а если собрал, что ищешь? Ничего не ищу. Ваше. Вот камушки не собранные, видишь? А вон волк, смотри. Он что, мясо мое жрал? Он от мяса отходит. Как будто съел его. Видишь, как-то идет такой на Фокси. Или он за оленем погнался? Я не понял. Волк, ты там что вообще? За кем погнался? Да не, как-то не похоже, что он мясо твое жрал. Да и не мог он меня с такого расстояния-то увидеть, в принципе. Ну, а, он куропатку, слушай. Он куропатку сожрал. Ты у нас на стриме, хрен мог ее догнать. Сейчас-то как догнал. Много ж он мне мясо оставил? Сколько ж ты мне мясо оставил в куропатке? Килограммчик есть. Так, сожрал. Зачем-то куропатку поразит такой. А сколько там было? 14, по-моему, было камней. И я принес еще 9. 23 получается, да? Ну, получается, да. 23. 23, 23. Еще целых 27 камней. Где же мне взять 27 камней где-то надо взять? 27 камней. Рыбу давай выкинем. Так, курическую падку давай разберем на детали. Так, падку разобрали. Пере получил мясо. Мясо тут бросим. Вот куропатки у меня не было еще в прошлый раз. Волк у меня ее не ел. Видишь, что-то новенькое. Что-то новенькое. Да. Эй, что-то новенькое. Что-то новенькое. Эй, что-то новенькое. Главное, ребята, сковородку не забыть. Нет, ребята, сковородку я вам не дам. Нет, почему? Дам, на. Так, сковородка. Давай проверим. Не две ли их тут. Не две ли их тут. Ну, и потом тяжелый молот еще не забыть. Так, я камни пошел собирать. время собирать камни 27 штук время собирать камни 27 штук это палки от не камни это тоже палки да откуда я знаю где здесь камни тропа у озера и снится нам тропа тропа у озер зеленая заснеженная тропа трам пам пам а ко мне это тут нету не хочу туда идти там нету камней вот я в прошлый раз сюда и не ходил ну вот а где ходил да я поручу замерзшим уходил собирал там по нас собирал по нас собирал ой по нас собирал аж тайник каменный получился аж тайник получился ну-ка дайте-ка мне лук где бы много чтобы их лежало этих каменей вот там чуть-чуть есть да я помню ну пошли там чуть-чуть и соберем а дальше а дальше распомнится вороне не я не про это где дальше камни собирать а где камни дальше собирать черт его знает где их собирать иди везде ищи здесь не камни здесь палки вот два штуки лежат если это не труд им нет не труд им это не труд и ой да это не труд и ой да это не труд и это камешки мои ох олени то сколько 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 олени и все поди рогатый не один безрогий 1 1 1 безрогий безрогая а это оленятина безрогая которую доит молочница строгая доит оленятину не но она же олениха в смысле а олениха легнувшую старую которая не по которой дочь дорит доит молочница строгая которые что-то там погоди а корову безрогую легнувшую старого пса без хвоста который за шиворот треплет кота который пугает и ловит синицу и так далее по тексту которая часто ворует пол-литру в темном чулане которая хранится которую хотел бы выпить джек но не выпил потому что мы провожаем папу и не пускаем его в чулан за пол-литрой это камушки собираю опана волк пришел волк стоит свет горит из окна видно даль так сейчас же ему внос даду я даду я даду я стрелу даду я чтобы было много еще камни собирать пришел как-то не задалось камнями эх камушки 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 старушки где-то тут должен быть медведь убитые валятся точнее обidet в статке останки вон он костерок вот это мост танки остатки у костерка правильно 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 вот они вот они лежат тут смотри и спорчены медвежать на разрушены и нет из попахивающий приготовленное попахивающие приготовленные вот приготовленные нам годится а испорченный сырой нет сколько ты ко мне набрал 2 это 25 меня только половина еще нужно 25 еще 25 кролик вот с камнями уныни всегда 26 27 28 так двадцать восемь камни у меня предположительно 29 20 10 31 32 33 32 33 с ночи до зари 32 33 так ну тут понятное дело ничего интересного ищем дальше 17 камушков надо мне теперь вроде как немного но 17 так как тише мне их поискать а где же их может быть слушай у тоннеля пошли к тоннелю железнодорожному там мне кажется должны быть если ты сейчас до него сможешь дойти по-бырому о что там было ко мне 33 34 35 36 36 еще 14 штук 36 попугаев и одно попугальское крылышко 38 но крылышко можно не считать ладно пошли к тоннелю тоннелю пошли пошли автоходьбу давай включу эх ходьба моя ходьба я ходьба такое двойная серия получается у меня так не двойная то-то и оно что не двойная ладно не но и уже а все уже а чё вообще чё вообще изначально ныл не знаю что то какой-то легкой легонькой бешенства охватила ну спокойнее ну что ты это же все пустое да понятно тут и записанная серия знаешь тоже на половину пустая или на половину полу там зависимости от пессимистически оптимистических сайт санта пессимистический оптимистические настроения слушай а камни тут вообще нету давай выйдем с той стороны с той стороны точно камни есть я помню я помню камни есть там о ты глянь их тут сколько так а у меня там 23 камни это надо чтобы у меня при себе было 27 по моему да а у меня 20 еще 7 еще 7 штук не 70 штук а 7 штук я понял не 70 а 7 еще 77 они 70 штук вот лишь вначале были а теперь опять что-то нету волки придут утопические конечно придут это не завсегда рады прийти утопические волки меня любят так блин у меня 7 камушков еще надо всего 7 камушков уже 5 какой то есть 6 камушков надо вон один лежит или факел нет вроде камень так 21 это тимофеевка это камень да вроде камень 22 5 штук осталось 5 штук осталось 5 штук осталось 5 штук осталось 5 штук кто говорит не знаю кто то говорит осталось 5 штук кто бы там не говорил он говорит что осталось 5 штук а ему можно верить не знаю но он говорит волк гавкал или не почудилось с тобой свинья похоже почудилось не гавкает разговаривает жеглов слыхал наверное так что то я не пойму камни где мои где мои любимые камни чё я все приперся ну что ж мне до вагонов теперь за камнями идти вот это вот 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 же ж вопрос вот придумал какой тайник делать нахрен бы он тебе был нужен так чё то тут шурик а то там мать звонила 25 еще 33 еще до тари тари 3 вот они где лежат собаки спрятались давай нас тут на всяк случай больше возьмем я точно не помню сколько там надо пошли вроде хватат так вроде хватат ща по-быстрому сэмем гипсы побежим нахрен нахрен побежим в прибрежку может быть прибегу быстро вот и тогда буду закругляться а может быть не прибегу быстро а может быть вообще не прибегу никак всякое бывает ладно и переживай шурик все это я ерунда да понятное дело это все совершенная ерунда всюду успевает только лишь тот кто никуда не торопится вот ты куда-то поспешил и видишь как оно вышло да вот ты не спеши давайте спокойно давайте не громко давайте в полголоса ведь мама за стенку и спит вот ох там глянь какая усталость востребенная пока она за камнями с высунутым языком гонялась пока гонялась за камнями уже устала на может где-нибудь поспим на ну в тоннеле можно попробовать чуть-чуть поспать там возможно будет хотя защита от ветра уже здесь есть он показывает минус 3 минус 3 показывает а за шитой от ветра что мне осталось еще ну одежду то там вроде перчинил шубу медвежачью одну из двух починить ну собственно говоря все и поставить этот свой кайник кайник тайменный тайник каменный ой каменный не не надо вот туда спальник не надо можно доиграться положить его в такое место что он окажется как бы в точке перехода и потом хрен ты его поднимешь да есть такие и есть такие к сожалению опасные моменты но еще тяжелый молот не забыть с собой взять а то без тяжелого молота будет будет трудно наковать себе что-нибудь 3 часа поспал не боишься водилу потерять кстати надо еще спальник починить водилу ну не должен он потеряться он потеряться не должен так быстро у нас водила понимаешь ли подготовлены так быстро потеряться не должен сейчас тайник кайменный каймик тайменный построим туда шиповник полежим присвоим имя тайник с шиповником и в прибрежку вскидывая колени главное не забыть взять тяжелый молот и проверить сковородку сковородка тук 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 спит животные паук спит корова муха спит там не сковородка там колотушка а у меня будет сковородка а у меня будет сковородка какие-то шорохи со всех сторон так задрожала остридина холодно холодно ей стало не ну когда уже вот записал почти час уже как-то попроще да ага да как-то уже подуспокоился ну все все ну все все угманите угманите деда то он какой-то неугомонный сегодня да не все нормально ну подумаешь поговорил немного с телевизором о делах наших скорбных покалякал ну с кем не бывает да конечно конечно вон волк лежит беспризорный да пусть лежит ну и пусть себе лежит сейчас еще немножко подмерзну во время установки каменного тайника пык 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 ура сейчас будет наверное тайник так дрова пусть тут лежат так тайник вот он он ставим его поставили замерз правда ну ничего страшного невозможно ввиду плохой видимости чего невозможно ввиду плохой видимости а он так у меня отображается а чего невозможно то 1787 1787 мой номер на крылья так теперь его надо как-то перепометить тайник с жи по в ни ком жиповником может быть жоповником да ладно пусть будет жиповником не надо жоповником пусть будет жиповником ну как скажешь а ничего что через и ничего это именно жиповник он через и должен писаться ладно тебе виднее так молоток мне дай дай молоток ой молоток спасибо что дал мне молоток еще медведя потом надо будет медведевую шубу починить да починим мы твою шубу медведевая что ты переживаешь да я не переживаю я вообще не переживаю опа на сияние затрындело 960 дней как с куста так ну что чиним спальник чиним медведячую шубу и по тундре по железной дороге да и пойдем отсюда нахрен пойдем пойдем перья все себе оставляю потому что в прибрежке у меня в прошлый раз с перьями были какие-то тгаблы какие-то тгаблы были я не мог их найти хотя вы мне говорили что живут там куропатки но я что-то курильских сань-сань там курильские психопатки ячут их хрен обнаружили так сковородка есть молот есть так картофель есть масло есть соль есть соль имеется сковородка есть короче все шубу надо медведю сапоги шуба пощинить так медвежа медвежачья кожура непростое украшение двух сердец одно решение медвежачья кожура 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 а вот с кожурой у нас проблемы но тут правда чуть-чуть подсыхает новый порт портия 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 так значит шубень медвежачью мы сейчас как штапанем 1.55 100% шанс штапанули хорошо так она наружу так действие вот эти давайте ой не тем отмена не надо тратить давай вот так это мне на крайний случай когда надо быстро быстро починиться бикицер когда нужно сделать бикицер вот а мне пока бикицера делать не надо у меня все нормально и без бикицеров так дай-ка я себе парочку еще возьму дай-ка ты ему еще раз для ума ну вроде все что шубка починена все есть стрелы взял так вот уже наконечник лишний наконечник выкинь выкинь нет ножичек рано только после тыш после тышного дня а после тышного дня можешь ножичек сей взять и сей пистолет который револьвер только после тышного дня так ну я сейчас рыбки там чуть-чуть возьму здесь остается пусть чай пусть чай пошли ну пошли ну собрался ты чуть быстрее в этот раз а литл а почему быстрее не знаю что-то я а за оленем не гонялся во за оленем не гонялся так погоди за оленем за оленем за оленем за оленем за оленем не ходил да за оленем ты конечно не ходил минус 10 сейчас придется в бараке чуть-чуть подрывнуть а то что-то как-то холодно ветер куда-то в рожу дует и все такое я сейчас две подстилки пристегну и на спальнике должно быть нормально а две подстилки плюс спальник это что получается 12 градусов это по сути дела медвежий спальник да ну да только весят поменьше и в отличие от медвежьего спальника плюс 4 градуса на мне напялены они в рюкзаке лежат да так что тут как бы тут как бы преимущество намекается 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 что это там у тебя намекается да преимущество у меня там намекается какое-то не это не пойдет у вас у вас плюс два вот можно два часа спокойно поспать И вообще, вообще, смотри, как стало, тихо, 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 как стало, тепло, тихо, на маленьком плоте, мы с Эдуардычем погребли, и ща вы погребёте с Эдуардычем, погребёте, ща будете с Эдуардычем гребением. Греби пока, молодой Эдуардыч с Эдуардычем, пояс для инструментов, о, 39 килограмм, ты понял, как сразу 39 килограмм стало, а было 45, а стал 39, фига себе, сказал я себе, Хм, сейчас волка должен встретить, сейчас должен встретить волкан. Волочок, серенький бочок, 40 дней мне примерно до тысячного дня, ну я, возможно, это тысячничный день, Так, а я свитер-то не с собой несу, да нет, я там в России оставил, тысячный день, я, наверное, встречу на пробрежном шоссе! Волк, выходи ты где-то тут, я знаю, горбатый, выходи, наживи финки на снег, ну ты смотри, где эта сволочь, а? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! А чё ты так сбоку-то рядом очутился, а? Опасно! Удар, ещё удар! Опасный момент! Как он высунулся, а? Ты смотри! Ишь ты какой! Волчок-сербачок! А це кролик! Так, ладно, может быть даже, может быть даже, это не стрим, это премьера, здравствуйте, зрители, садитесь, рассаживайте! Позолотите руку, рассаживайте! Чё они у тебя, огородники какие-то? Рассаживайтесь! Значит, сегодня пятница, отдыхайте, расслабьтесь, выпейте чаю, запустите болкой! Вот, и можете позолотить ручку дядь Саши, который сегодня полтора часа разговаривал просто так с телевизором, просто так вот. Позолотите ему ручку! Все, как говорится, директивы, аккредитивы, ссылки, пароли и явки в описании есть этого видео. Вот, я, конечно, в рамках этой премьеры вас не смогу поблагодарить, потому что все мои слова заранее, слова и ходы записаны, но потом, потом, обязательно поблагодарю, если вдруг кто-то мне позолотить ручку! Можно на карту позолотить ручку, можно через Donation Alerts, а если вдруг случится так, что эта премьера может идти одновременно со стримом, может случиться так, что она будет вместе со стримом, кстати, сегодня вечером же будет стрим по Икарусу, ну, предполагается, если телевизор совсем не сбунтуется во время разговоров с ним, то если вы через Donation Alerts пришлете, то это даже на стриме отразится. Ну, в общем, короче, я требую позолочения ручки! Ладно, шучу, ничего, конечно, не требую. Это так просто. А что я хотел сказать-то? Ручку, ладно, мы, может, все-таки серию третью Сталкера запишем сегодня, а может и нет, не знаю, как пойдет. Вот, но так или иначе, если хотите быть в числе первых, кто смотрит Сталкер, Труи Сталкер, модификацию на... Как там чистое небо? Нет, Зов Припати! Зов Припати! На Зов Припати модификацию проходим. Вот, Труи Сталкер с Сергеем Валерьевичем. Я играю, а он со мной гуготорит по Дискорду. Вот, две серии мы уже записали, вторая, может быть, сегодня выйдет, не знаю когда. А третью будем записывать. И вот, с начала серии выходит для Донов ВКонтакте, те, кто спонсорку ВКонтакте оформили, они первыми видят, то есть видят новую серию Труи Сталкера. Все другие видят ее через неделю. То есть за бесплатно ты тоже посмотришь. Но за 111 рублей, или если больше пожелаешь проплатить вдруг, ты сможешь быть первым, кто их смотрит. Кстати, Алексей Ц, у нас появился еще один спонсор, благородный Дон ВК. Я не знаю, говорил я или нет, если говорил, то повторюсь, повториться не лишнее. Его зовут Алексей Ц. Спасибо тебе, Алексей Ц. Ой, а это волк. А как Алексей Ц у нас зовут в Ютубе? Это Алексей Сергеевич который? Или это какой-то другой Алексей? Я вот не могу сориентироваться. Так что Сергей Валерьевич все-таки одного мы нажили Дона. Уж не знаю, он связан с этим Струи Сталкером или с чем-то другим, но одного Дона мы с тобой нажили. Да, непосильным трудом. Ладно, я выброшу вот это мясо здесь на память. Не буду заходить, там делать нечего. Так что будете, хотите быть первыми, вступайте в группу ВКонтакте и становитесь этими Донами ВКонтакте. От 111 рублей. Ссылка есть в описании видео и может быть даже в чате будет закреплена. Как стать Доном? По умольчанию 111, но ты можешь во-первых на год сразу взять подписку, можешь за больше чем 111 выбрать, там можно выбрать больше. Ну конечно там мало кто выбирает больше, но все-таки есть те кто выбирает больше. Их мало, но они в тельняшках и они есть. Таким образом ты можешь быть моей поддержкой, понимаешь, да? Практически работодателем, потому что ты оплачиваешь мой временами тяжкий труд. Временами тяжкой, не всегда. Вот сегодня вышла, так сказать, осечка вышла в отца, но нас осечка. А что это олень стоит, тупит? Небольшая такая осечка. Они редко бывают, но бывают, но бывают. Но ничего не попишешь. Ничего не попишешь на заборе, кроме известной надписи. Ой, его заклинило. Заклин Кеннеди! Нет, он залез, не заклин. Заклин, не заклин? Походу, все-таки заклин. Может, в жопу ему стрельнуть? Да ладно, тебе что это? Ух ты! Здорово, олень! А ты что, сляпой, что ли, я не пойму? Ватсон! Да у нас олень сляпой попался! А давайте для миссис Хатсон его заснимем. Вот ты смотри! Разглядеть его при жизни хоть получится. Не, ну я, конечно, могу его разглядеть, когда включить режим привидения. А вот сейчас никаких режимов привидений у меня не включено. Да-да-да, ты же видел, волки-то меня кусали. Этот олень, этот олень, и он, короче, у него проблемы. Он то ли не видит ничего, то ли не слышит, то ли не видит и не слышит, и не хочет слышать. Олень, что за струстиной позиции? Почему ты делаешь вид, что ты меня не видишь, а? Ну я только что быть в тебя стрелять, конечно же, не буду. Естественно, я не буду пользоваться случаем передавать привет тебе в виде стрелы. Ну да, он меня не видит. Что ты меня нюхаешь? Чем пахну? Чем-то пахнет, Остридина? Пирогами протухшими пахнет, да? Ну вот, видишь, я же тебе говорил что-нибудь интересное будет. Вот оно и есть, олень. Олень слепой. Слепой олень, знаешь, это такое ощущение, что это какое-то прозвище старого индейца. Слепой олень. Сначала он носил прозвище Быстрый олень, а с годами оно сменилось с Быстрого на Слепого. Да? Ослепшенький олень после жаркого лета, ты можешь бы один так почувствовал это. Ну что ж, оставим в покое слепого оленя, пойдем дальше. Ну, видит он немножко плохо. Это бывает. Интересно, а если у него стрелять? Он будет куда-то тгдыкать или не будет тгдыкать, или будет дальше стоять? Кролик, ну ты-то хоть зрячий? Да кролик вроде зрячий. У него вроде норм. Норм со зрением. Единичка. Так, еще карам. Так, значится, еще олень, еще карам. Еще рюкзак. Бревно. Бревно, а бревно? Что скажешь, бревно? Так. Поляна кроликов. Кролики накрыли поляну. Что, будем спать в этой пещере? А что мне в ней спать? А что я в ней не видел? А что я в ней не видел? Что ты в ней не видел? Все ты в ней не видел. Так, это не стрим, это премьера. Поэтому я на ваши вопросы ответить, к сожалению, не смогу. Но если ты вдруг прислал мне миллиард рублей, то поблагодарить я тебе смогу потом. Ну, в следующей серии или на стриме, на каком-нибудь ближайшем. Так что не переживай. Каждый отправленный миллиард, за него будет сказано тебе спасибо. Не переживай, да. Вот так. Скажу спасибо за миллиард. Отдай миллион, как говорил Паниковский. Отдай миллиард. Так, ну что, пошли спать. Миллиарда нет, возьмите меньше. Вот, как говорил товарищ Бендер, я бы взял с частями, но мне надо целиком. Силикон. Силикон, да нет, силикон мне не нужен. Пока. Пока. Сказал он на всякий случай. Да не пока, вообще не нужен. Вообще не нужен. Не пока, не потом. Так, немножечко коры потрем. Потрем коры. Потом когда-нибудь при случае ее отжаврим. Вскипятим. Вскипятим отжаврим. Подождать, 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 подождать. Ускорить в течение времени без преимущества сна. Ща ускорим. Я тебе ща как ускорю. Так, еще есть испорченный малоротый окунь. Так, нажрались испорченного. Окунь у вас какой-то испорченный. Унекдоты рассказывает политические, понимаешь ли. Сань, Сань, там политический. Про Брежнева. Теперь про Брежнева неинтересно. Теперь надо про Байдена. Теперь это место занял Байден. Брежнев-то был поживее относительно товарища Бидона. Бетон ваше. Бетон ваше чучело. Брежнев ему мог бы фору дать. Во много очков. О, кролик. Гля, гля, гля. Два кролика ко мне зашли. Погреться пришли. Говорит, там холодно с утра. Пусти в пещеру. А я говорю, да пожалуйста. Пещера шо, моя шо, лишняя? Не лишняя моя пещера. Я на нее, как говорится, зеленку не получал. Так, дай-ка я еще раз проверю, есть ли у меня тяжелый молот. Зеленку мне на пещеру не выдавали. О, а кроликов уже три. Их здесь разве три живет? Чего это у вас так много появилось? Вдруг три кролика из-за лесу вышли целою толпой. Один кролик зарыдал, а он к коленю упал. Ой, не троньте вы меня. Пирогов спеку вам я. Да, мне нужны пироги, кексы. Кексы рыбные. Так, ну что, сейчас я, может быть, даже дойду до прибрежки, да? И если я дойду до прибрежки, там туда-сюда можно и серию заканчивать 181-ю. Да? Да! Мы провожаем папу. А он заканчивает 181-ю серию. Да не, еще пока не заканчивает. Ему еще пока до заканчивания. Ой, как далеко до заканчивания ему серии. Ну, боже, не так уж далеко. Ой, а что это оно у меня замерзает? Ой, глянь, 14 градусов минус. А здесь минус 8. Тут минус 14. А тут минус 8. Слушай. Слушай, а что это ты так заберзаешь? Так. Минус 5. Ну, давай часик поспим. Может быть, даже отогреется. А на. А может быть, нет. А может быть, водилу начнет терять. Ну, даже чуть-чуть потеплело. Так, ну, перевеса нету поскольку. Поскольку вся еда кончилась уже. Пойдем пока в подкладках. В подкладках-подстилках. Минус 3. Ну, а тут, смотри, минус 9 защиты от ветра нету. Ну, что, Остридина, Евлампевна, будем назад напяливать эти, как их там зовут? Не, ну, если ветер в рожу, ветер в рожу, то, в принципе, напяливать опять рюкзак смысла нет. Ветер в рожу сейчас тебя все равно будет сдувать с этого моста. Ой, не надо меня с этого моста сдувать. Дайте я по нему пройду, а потом там сдувайте меня куда хотите. Сдувайте меня семеро. Звучит не очень. Так, мост. Тысячи упавших. Эх, сколько славных сталкеров загубил этот мост. Ай-яй-яй-яй-яй. Железнодорожная ветка водопадов железнодорожника Воронова. Почему Воронова? Я не знаю. Воронов, водопады. Водопады Вороны. Что такой за мост такой странный? Разве такие мосты вообще строят? Он деревянный, на таких огромных подпорках. Но хотя, может по нему не ездили большие, большие эти, как его, составы железнодорожные. Не, ну понятное дело, что они по нему, конечно же, не ездили. Конечно же, они по нему не ездили. Это понятно. Все понятно. Но все равно, смотри, какая высота. А на нижней какая нагрузка. На них же все верхние стоят. А ниже на них тоже давят. Не знаю, странный какой мост. Мне кажется, таких мостов не бывает. Там нижние балки просто под огромной нагрузкой находятся. И там поезд буквально только чихпыхнет один раз, и там уже все там начнет ломаться. Не знаю, странный какой-то мост. Какой-то мост странный. Покинуть ущелье. Покинуть ущелье. Здравствуй. Здравствуй, прибрежка. Наконец-то я пришел. Сколько световых лет. Сколько матерных слов. Но я пришел. Он придет. Он будет не добрый, не ласковый. Но все-таки придет. Да, пришел, пришел. Так, ну что, куда идем? А пошли сразу к этому. К чему? К этому. Так, что тут занычка? В ней тепло, нет? Занычка. О, в этой занычке, глянь, минус два. Ну, так давайте-ка мы в этой занычке полежим чуть-чуть. Точнее, поконтролируем нашу... О, смотри. Опа, опа. Плюс семь. Опа, плюс восемь. Все, можно поспать два часа. Будет чики-пуки. Чики-пуки будет. Эх, чики-пуки-пуки. Мы не просим кошиманы. Так. Значит, водилу мы пока не потеряли. Что-то я не понял. Как-то я не на те кнопки, что ли, начал нажимать. Ну, может быть, может быть. Так, это мы сейчас с тобой выйдем к стоянке рыбокопов, да? Да. Стоянки рыбических копов. Сань, Сань. Там рыбические. И биться сердце перестало. Какая рыбиться ко мне попала. Так, попалась. Клюнулась, сказал рыбокоп, вылавливая рыбу. Так, а здесь же, по-моему, где-то медведь ходит, да? Где ж ты, медведь? Ходишь голову на бекрень. Ходит. А вон кролик бежит. Нужен кролик? Да не, кролик не нужен. Нихт кроликс. Два кролика. Куртка замшевая тоже три. Так, медведь, говоришь. Да-да. А нам, говорят, медведи. Тут шляются по ручью. Шляются, шляются. Подтверждаю. Подтверждаю. Подтверждаю, подтверждаю. Так. Тут может шляться один медведь. Один очень подозрительный медведь. Тут обожат шляться по ручью. имени медведя, имени самого себя. Как же мне наверняка. Как же мне с медведем тут не повстречаться. А не то полезет скотина обниматься. Рубрика Папа не пой. А если пьешь, то закусывай. Да полезет, конечно, скотина обниматься. По-любому. Это там медведь? Нет, это камень. Медведь впереди. Какой-то он расплющенный, если это медведь. Ну, может быть, и на него давит. Давит. Что на него давит? Так. 961 день прожито. 39 дней осталось до 1000. На него давит груз бытия. Бытие мое. Он такой сидит, такой приплюснутый, и говорит. Бытие мое. Какое бытие твое собака. А вот и медведь. А вот и он. Это он, это он. А ленинградский медведепочтальон. Так. Он меня приветствовал только что на своем языке. Вот. Ну, нам, конечно, это приветствие ни во что не впилося. Да? Да. А как бы мне на него поохотиться? Ну, слушай. Может быть, все-таки ты от него ускользнешь по-быренькому? А то как бы он на тебя охотиться не начал. Он, конечно, может. За ним с тебя станется, как говорил товарищ Кирпич Жеглову, когда он им обещал очередное отделение марлезонского балета. Так. А где же медведь тогда, получается? Я его обошел. Да? Бац-бац и в дамке. Так. Бац-бац и мимо. А он? Он придет. Он будет черный. Мишенька. Мишенька. Ты глянь, пропал. А вон он он. Мишка. Мишка. Где твоя сберкнижка? А если вот с этого камня ему в попу пальнуть? Он будет меня здесь пытаться съесть? Так. Так. Ага. Мимо побежал. Мимо белого яблока медведь. Мимо астридины на камне посидевший. Посидевший? Ага. Чуть не посидел я действительно на камне. Так. Убитых медведей после жаркого лета. Аж 43-й должен стать. Так. Там, по-моему, по-моему. Поломалась стрела. Был звук, а будто стрела поломалась. Да. Поломалась. Кровушка брызнула. Стрела поломалась. Медведь ускакал. Так. Он такой. Так. Вот так он подскакал. Так. Чего, по следу пойдешь? Ну, не знаю. Не знаю. Пойду, пойду. А ежели он тебя там где-нибудь поджидает? А Эжли спросят, зачем мы вам? А потому что мало нас. И только один ствол имеется. Так, один ствол имеется. Идем по следу. А Астридина взяла след. Но тут главное, чтобы в упор на медведя не выйти по этому следу. То будут проблемы. Медведь на лед, что ли, побежал? На лед побежал. Побежал на лед. Так, тут он бежал, тут он бежал, тут он кроликов распугал. А что-то кровь уже пропала. Глянь, а, кровь-то пропала. Да я тебе скажу больше, Шурик, тут и следы пропали. Ни хрена себе, кровь пропала, следы пропали. Все пропало. А что кровь-то пропала, я не пойму. Это как понимать вообще? Так, медведь сдох. А где он сдох? Он отрыгнул такой. Заслышали, как он отрыгнул? Это была благородная отрыжка из хамского горла. А вот он отрыгнул, а ты с бородой ты мой. А тут кровь есть. С бородой ты мой, медведь. Так, ладно. Отрыгнул, говоришь, да? Ой, сейчас нож поломается. Ой, Шурик, сейчас нож поломается. Ой, не буду, не буду, не буду. Вон два сколько, а я одна. Ну давай, звук поломавшись ножа. Вот. Это законно. Это нормально. Все законно. Далековато ты, конечно, Мишанин сдох. КБ сдох. Но ничего не поделаешь. Так. Ножечку пришла хана. Ножечков у нас на всех хватит, но временно им пришла хана. Будем работать топориком. А точильный камень на крайний случай берегу. Потому что, ты же понимаешь, точильный камень-то закончивается у меня. Если я буду их использовать, они кончатся. А что будет продавать торговец, я пока не знаю. И вообще, будет ли он хоть что-нибудь продавать? Торговец это пока вилопись. И, во-первых, пока нету никакого торговца. Что он там, как он там, где он там. И споришь, что медвежатина сырая. Понял, да? Вот так. И медвежатина у нас сырая. Вот. И есть нам нечего. Ладно, нам. Пойдем там поищем. Может быть, там где-нибудь есть что-нибудь съестное. Это хорошо, что медведь неподалеку издох. Я его услышал. А то б ходил бы, искал бы его. Где медведь? Где наш медведь? Ходил бы, я вот так и говорил. Куда он подевался? Так, ну что ж. Здравствуй, прибрежка. Я наконец-то до тебя дошел. Рад тебя видеть. Я гляжу, тут все по-старому. По-старому. Ну да, ну да. Вон волк стоит, тупит. Здесь, если что, я доделаю. Так, здесь у нас медвежатина испорченная. Испорченная медвежатина. Это, короче, все сырое. И это все сырое. Да, блин. Вся медвежатина сырая. Кральчатина сырая. Слушай. А жрать-то тут нечего. Не, ну там у дырбацкого барака, если дойти. Который напротив, так сказать, находится берлоги напротив Азвесины. Там-то рыбы. Сколько там рыбы. Там рыбы. Да ж. Да ж ж. О-п-п-п. Даже о-п-п-п-п. То есть много там ее. Там очень много. Ну и что, мы пойдем к этому бараку? Ну, сейчас выглянем. Глянем, какая погода. Провожает кто-то папу. Или не провожает. И потом я уже решу идти, идти. Как говорил горбатый, я пока еще ничего не решил. Ну, погода, конечно, странная. Минус три. Я даже не знаю. А вот тут поблизости еды никакой у того барака нету. Пошли чекнем тот барак. Ну, тут волк есть. В качестве еды предлагается волк. Не, ну, волк, конечно, это еда дурацкая. Вот. Это не то. А я где-то тут точно помню медведя разделал. Где-то вот тут что-то должно быть. Разве нет тут? Медведя не было. А, хотя, может, все это перетаскал отсюда. Да, помнится, здесь где-то медведя укакашивал. Здесь ничего нету. Мяса сурового очень много. А готового мяса нету нихрена. А что делать будем? Ну, я даже не знаю. Что-то мне в эту погоду идти неохота. Я сейчас пойду. Мне кажется, какое-нибудь ветрище начнется. Он уже, вон, почти начался. Пошли еще раз бы с шумом и пыли. Поглядим, не затесалось ли здесь готовое медвежательное. Да нет, оно цвета, видишь, какого. А тут? И тут ничего нету. Ну, сырую медвежательное жрать не могу. Я уже один раз пробовал. Потом 20 дней паразитов лечил. Так что как-то что-то еще раз я... Мало желаю еще раз. Мне достаточно было одного раза. Больше не хочу. Будем проверять погоду. Насколько хорошо сейчас спокойно на улице. Ну, тут, во-первых, очень темно. Так что неспокойно там. Темно, это значит неспокойно. Слушай, ну у тебя же пироги есть. Ну да, у меня есть пироги на крайний случай. Есть, есть пироги. Но пока мы воздержимся. Воздержусь, а пока. Глянем. Что-то, может, посветлело. На посветление пока не тянет. Значит, время мотаем. Мотаем, 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 мотаем. Выходим. Проверяем. Вышли. Светло стало. Так, забираем медведевую кожуру. Пошли. Да сейчас ты сожрешь. Сейчас пирожочек тебе дам. Дружочек, съешь пирожочек. А вдруг эта вода была плохая? Да нет, питьевая была. Вот ты, не глядя ее, хряпнул. А она же могла быть. Не питьевая, непригодная ли питья, да? И что тогда? А тогда дизентерия. Ой, дизентерия. Ужас-то какой. Ужас-то какой дизентерийный-то наступил. А че ж ты, медведя бросишь? Слушай, ну мне придется его пока бросить. Вот я вот пристрелил и бросил, да. А вот такие вот дела. И беспардонно бросил его, предварительно пристрелив. У меня там сейчас еще один медведь будет. Сейчас я вот автоходьбу включу. И пойду до городу Парижу навстречу медведю. Пойдем. Где здесь находятся термосы? И если они здесь, я что-то не помню. Ну, сейчас пока не до тормозов. Чего? Во-первых, автоходьба до сих пор работает. Я в этом бараке ни разу не был. Удивительно. А как это возможно, а, Ольга? Я за тысячу дней почти в этом бараке ни разу не был. Феерично. Ольяндур. Ну, Ольяндур по боку пока. Не до него. Он это понял. Или не понял. Но решил утагадыкать. Как говорится, ну ее нафиг утагадыкаю. Шо мне делать больше нечего? Пойду утагадыкаю. Ну, в этом-то бараке я точно был. Так откуда же я знаю? Не был. Так, что-то ерунда какая-то. Я не пойму. У меня что, бараки все обновились? Или я в них хрен был? Ну, получается, в них хрен был. Удивительно просто. Чего я тут вообще делал? Если я даже в бараке хрен ходил. Знаешь, я с ужасом думаю, а вдруг все-таки что-то с бараками произошло? И вот тот барак, где лежит полторы тонны рыбы, он тоже теперь новый. И вокруг него тоже все новое. Так в нем там топливо еще лежит полторы тонны. Масло, точнее, для лампы. Мда. Ну, если вот этот барак как будто бы новый. Хотя у него дверь открытая, кажется. Не, значит, я просто в эти хрен зашел. Ну, ладно. У этого дверь открытая? Да, открытая. Обычно они у них закрытые, когда они с дверями. Ну, да. По дефолту они закрытые. Это точно. И валяется он что-то около того барака. Не. Не был я в этих двух бараках. Ну, может, еще даже не в двух, а в большем количестве. Не был. Тут факелов. Да пупа. И рыба. И барак тут уже проверенный временем. И медведь у меня сейчас еще один будет. Может быть, даже непроверенный медведь. Не знаю. Медведь может попасться непроверенный. Это как пойдет. Сейчас я выйду там, где он живет. Так, закрыл я себе занавесочку. А то что-то начинает там что-ли солнце какое-то появляться. Что-то мне начало в окошко долбить. И плохо экран видно. А сейчас еще кто-нибудь как выскочит. Как выпрыгнет. И будет мне тогда. Здрасте. Не ждали. А вот и я. Так. Ну, медведя пока не видать. Волков. Волков вон сзади вижу. Волка вижу. А, и медведя уже вижу. Ну, сейчас я сначала покушаю. А медведь спать пошел в пещеру. В берлогу. А я, по-моему, уже по-сонному стрелял. Не, не спать. Он мимо идет. Показалось. Так. Вот огромное количество рыбы. Рыбы тут... Видимо, невидимо. Глянь, сколько. Это все мне для кексов. Испорченная форель. Кто-то форель испортил. Кто-то испортил нашу форель. Головная быль вылечилась. Так. Головная быль. Ну, тут дровишек уже немножко имеется. Рыбка. Так. Медведь. Где он есть? А куда он смылся? А, вон он он. Миша. Комон. Не видит меня, сволочь, такая. Миша! Мишка! Вот ты собака такая, а. Миш, ну глянь, я здесь. Ну, сейчас близко подойду, согришься. Начинаем движение к бараку. Все, он меня взял на прицел. Он говорит, ты у меня на прицеле. Слышь, ты, Астридина. Я тебя прицелил. И ты от меня теперь не уйдешь. Да ладно, Миша. Я сам мельсонер. Подходи поближе. Да-да-да-да-да-да-да-да. Как будто заводит что-то. Как будто мотор лодочный заводит. А вот если в тебя пальнуть и побежать, я успею добежать? Вот тебе что, заняться нечем пальнуть и побежать? Ну, хоть пусть поближе будет чуть-чуть. Куда тебе такое расстояние пробежать? Он же сейчас как понесется голопом. Так-дак-так-дэк. Так-дак-так-дэк. Вот так побежит. А ты так-дак-дак-дак-дэк. А он так-дак-дак-дэк. Так-дак-дак-дак-дак. Прыжками. И пока ты своими ногами раз-два, раз-два. Он раз-два-три-четыре. Раз-два-три-четыре. И обгонит тебя. Несмотря на то, что у него раз-два-три-четыре, у тебя раз-два. Бррр. Бррр. Эх, Миша, как бы мне в тебя попасть с первого разика-то. С первого бы до разика-то попасть. И со второго бы разика попасть. А вот с третьего разика я в тебя. Ой, привет, Миша. Глянь, у тебя в глазике в одном. И во втором глазике. У тебя во всех глазиках пострелета торчит. Как у меня лук-то все это пережил. Да? Угу. Так, ну что, Ватсон, я вас поздравляю. У нас есть медведь. Так. И мы его с вами будем топором. Рубите шорраунд, золотой. Рубите вот так. По спине, по спине я его топором. По спине. Вот так. Чтобы ему жизнь медом не демонстрировалась. Так, медведи зарубили, короче. Так, предлагаю пока вот здесь бросить. значится вот это, вот это, вот это, и вот это, и вот это. Вот, а сами с тобой сейчас возьмем немножко рыбов, с медведя возьмем кожуру и убежим в домик отдыхаться. А уже потом, в следующей серии, сутрица, может быть, будет солнце, мы разожгем печку, приготовим себе супер-пупер кексов, и все у нас будет чики-пуки. Я там случайно еще мясо не взял? Нет, мясо случайно не взял. Все будет чики-пуки. Гитара есть и свитер. Костер и даже чайник. А ну давай, споем. Погоди. А, у меня даже уже две шкуры. Я думаю, откуда вторая шкура взялась? Я же второго медведя замочил. Блин. Что-то туплю. 962 дня. Чуть больше месяца осталось. Чуть больше месяца до 1000 дней. Внутриигрового месяца. Шмисши. Я что-то попутал. Думаю, откуда у меня еще одна-то шкура? Откуда? Так это уже второй медведь. Ты видишь, что тут медведей настрелял только. Только пришла острить, но уже медведя тут давай щемить. Уже двух ущемлений. Уже двойное ущемление медведя. Двоекратное ущемление черного медведя уже произошло. Может быть, двухкратное? Двоекратное, я сказал. Я сказал, двоекратное ущемление черного медведя. Эх. Сейчас волк из тумана на меня выйдет. И давай меня кусат. Кусат, 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 кусат. Я, если что, его топором буду. Рубит, 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 рубит. Он кусат, а я рубит. Я рубит, а он кусат. Вот тут еще рыбка есть. Очень хорошо. Очень хорошо. Ох, я же вам не показал в бараке. А вы сами успели увидеть. Наверное, должны были увидеть, сколько там масла стояло на полке. Для топлива, точнее, для фонаря. Ну ладно, потом поглядите. Там же топливо для фонаря. Видимо, не видимо. Там же, там же шкопец. Там же шкопец. Так, это только начал сохнуть. А это на 3% просохнет. О, а тут масло есть, смотри. Хм. Интересное кинцо. Так, ну тут-то я все обыскал. Вряд ли, что я здесь что-то не нашел. А масло, интересно, это стояло или ты его не забрал или не заметил. Вот за масло я тебе не скажу. Я вам не скажу за ента масло. Я про масло ент ничего не знаю. Не знаю, не помню. Не знаю, не помню. Не был, не состоял. Не знаю, не помню. Я бы рассказал, если помнил. Но я не помню. А плохо, когда не помнишь, да еще и забыл. Понимаешь, да, вот такая вот печальная. Ле печаль вот такой вот. Такой вот ле печаль. Шо, нет, чо, не помню. Тут-а помню, тут-а не помню. Так, чуть-чуть подождать. Ну и теперь можно, в принципе, там на порядка шести часиков задрыхнуть. Сейчас задрыхнем на порядка шести часиков. Ты девять выбрал. Ну я понимаю, да, я девять выбрал. Я столько не задрыхнул. Сейчас погоду пойдем поглядим. Сейчас погоду пойдем поглядим. Так, ну вот теперь можно уже закругляться. Туда-сюда, сюда-туда. И можно закругляться. Время 20 минут второго. Московское время 13.19. Мы провожаем папу. У него 13.19. Ну, шо я могу сказать. 962 дня прожито. Прожито 962 дня. Погода так себе, но тепло. Ну я в такую погоду не могу идти. Надо мотануть время. Я там просто ничего не увижу. А когда просто ничего не видно. Просто чё там вообще-то дошляться, если просто ни хрена не видно. И просто, 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 просто ни хрена не видно. Да и вообще мне как бы солнце надо. Чтобы солнце было. Его пока нет. Но такое ощущение, что скоро будет. Поэтому я сейчас попробую поломать вот эту дрыну. Блин, у тебя топор. Единственный твой инструмент. Ну и шо же мне теперь? Нету пока солнца. Ладно. Мы продолжим. Шляться тут очки. Солнца пока нету. Ладно, пошли поспим. Солнца нет, но вы держитесь. Пойдём поспим. Может появится оно. Ну, если не появится, тогда в следующей серии. Будем ждать это солнце. Так, ну я посплю, попью потом. Там всё равно сейчас... Всё равно надо будет пить, когда проснёшься. Всё равно надо пить, когда проснёшься. Да, вот такая вот жизнь. Проснулся и надо пить. Я и хочу. Надо. Надо пить. Ну надо так надо. Это не стрим, это премьера. Здравствуйте, товарищи зрители. Проходите, рассаживайтесь. Я не знаю, может быть, она параллельно идёт как раз-таки со стримом, эта премьера. Может, не идёт. Как там доведётся, я пока не знаю. Но вероятность велика, что она идёт вместе со стримом. Так, ну, медведь лежит. А солнца нету. Медведь лежит. А солнца нету. Да чё-то, Шурик, по-прежнему его нету. А мне нужно солнце. Но есть предложение просто время помотать. Да уже ночь. Куда мотать? Давай выйдем. Иногда бывает под самую ночь. Да знаю я, что бывает под самую ночь. Но вряд ли. Вряд ли. Кто бы, как говорится, сомневался. А вода, вода. Воды у меня здесь нету, да? Блин, а чё я тут? Тут наверняка и в сарктере воды нету. Я так думаю. Да, вон чуть-чуть осталось. А сколько у меня воды с собой? А, да воды тут у тебя полно. О, полно у тебя воды. О, давай быстренько перемотаем одну ночку в кроватке. В картишки поиграем. Банчишку Верки Мадиски сообразим сейчас. Да? Давай, сообразим банчишку Верки Мадиски. Так. На одного. На одного банчишка. В одну каску. Побанкуем. Так. Ага. Луна движется к закату. Так. Тут ещё и рыба недоедена, между прочим. Испорченная рыбёха кижучёвая. Так. Кроватка. Сон. Ну, пошли чекать с утра погоду. Ну, не факт, что она будет прям... Прям отличная. Может быть, она будет опять. Абыкаковская. Так, ну, я тогда, тем временем, здесь уже дровишка немного к себе подприобрёл. На первое время. Так. Вот этот труд куда-то надо выкинуть в самый тёмный угол, чтобы он тут бежал. Чтобы я его не видел. Он же мне не нужен. Не, он тебе не нужен. Тринадцать, одиннадцать. Между медведями два процента разницы. Просушенности. Нет, Шурик. Ладно. Нет, говорит погода. Чё-то мне кажется, она мне сейчас... Там ветер или чё? Хрен поймёшь, чё за звук. Она, мне кажется, чё-то мне не собирается солнце давать. Угу. Так и есть. Так и есть не собирается. То-то и оно, что не собирается. Ещё давай подождём. Так, а чё ждать? Я тебе всё равно говорю, что не будет ни хрена. Не будет. Проходил я уже через такое. А вдруг? Ага, ща. Варакхасий. Ща так. Кижу ща местно жрать начинаю. А что делать? А жрать-то нечего. А погода-то не того. Ща клаустрофобия будет мне привет передавать. Ещё так вот я немножко потусю тут. И она мне скажет, слышь, шёл бы ты куда-нибудь. Ага. Прогульнулся, что ли. А чё не так-то, я не пойму. Какой слишком близко. Нет же тут ничего. Чё ты? Чё ты ругаешься? Вот два дня просидел, а солнца нету, да? Хорошо, что есть чё кушать. О, там, по-моему, метель началась. Девятьсот шестьдесят четыре. Там, по-моему, метель. Если я правильно слышу, там, а, метель. Ну, да. Она самая. Ну, что? Ну, что? Ждём клаустрофобию. Вода кончилась. Блин, плохо вода кончилась. Без воды можно чуть-чуть посидеть. Это не смертельно. А чё вообще есть выпить? Чаи. Шиповниковый чай. Так, воду пока не пью, короче. Страдаю пока без воды. Вот. Ну, сейчас, это уже третий день тут буду сидеть. Там, по идее, Клавдия Семёна должна уже начать нервничать. Уже должна начать нервничать. Солнце включилось. Ну, солнце нам ни к чему. Ой, то есть, кое солнце? Сиянье. Солнце включилось. Это ещё град обречённый. Солнце включилось. О! Рис Клавдия Семёны. Как заказывал? Ты заказывал? Ну, вообще, я не заказывал. Но предполагал, что будет такая история. Гисторию. Гисторию такую я предполагал. Да, естественно. Это очень-очень ожидаемо. Так. Воды у нас не очень много. Но сколько есть. Всё наше. Ну, что, Шури. Как думаешь? Есть солнце? Ну, вообще, после сияния, по идее, должно быть ясно. Ну, точнее, могло бы быть. Ничего тут не должно бы быть. Согласен. Никакого тут должно быть нету. Тут есть только могло быть. Ну, пока тут как-то сиянием ни хрена не пахнет. Да. То есть ясно, каким сиянием. Сияние кончилось ночью. Так. Ну, что ж. Будем увеличить риск аустрофобии. Риск увеличается, увеличается. Клавдия Семёнов в гости собирается, собирается. Сейчас она опять припрётся. Угу. Так, дай-ка я в режиме реального времени подожду на улице. Погляжу хоть что будет. Не боясь потерять водилу. Слушай, раньше тут можно было в спальнике класть. Вот. А как так, чтобы я видел? Вот так вот. Чтобы я видел, какая погода. Так, ну, погода... Ну, сейчас хотя бы Клавдия Семёна будет отступать. Погода, Шурик, хреновая. Солнце не появляется. Ты видишь? Вижу, вижу. Одежда должна намокать. Нет, она не очень намокает. Ну, и чё? Ну, я не знаю. Нет ничего. Так, чё-то мне всё это не нравится. Клавдия Семёнов у нас отступила, правда, немножечко. А воды у нас нету. А сколько я без воды могу прожить? Да чё-то я даже не знаю, сколько ты без воды можешь прожить. Ну, пошли поспим. Вот спичку он ему жалко. Конечно, жалко. А чё это я буду спичку просто так отдавать? Какая лжеглоб. Да почему я должен? Ну, чё я тебе спичку должен просто так отдавать? Не буду отдавать. Не отдам. Сиянье опять включилось. Я слышу. Слышь, слыша. Риш клаустрофобия 11%. Так, спим. Здоровья уже пол-хп. Ты себя решил убить, да? Молодец. Похвально. Похвальное решение. Клаустрофобия, гля, ещё меньше стало. 6%. Да, она какая-то, короче, неадекватная женщина. Так, лучи солнца появились. Выбегаем на улицу, проверяем. Там лучи появились. Если погода ясная, ясная, если они согласны, согласны брать кассу, где своя баба-наводчица, вот. То будет работать всё чики-пуки. Понимаешь, да? Понимаешь, да? Да я понимаю. Так, тут чикой-пуками пока не пахнет, судя по всему. Но мы проверим. Нет, это не чики, это не пуки. Эх, мани, мани, мани. Это не чики и не пуки. Мы достаточно гуманны и нежны. Ну смотри, ясно прям стало. Смотри, как светло стало. Давай солнце. Солнце давай! Какой-то ужас. Это какой-то ужас. О! По-моему, есть. По-моему, есть. Блин, он пишет, что неправильное место, но... Да, побежали. Бегом, 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 бегом. Бегом до барака, Шурик. Жизни нету. Жизни половина. Бегом до барака. У нас солнце появилось. Можно было, конечно, за водой сбегать. Да-ка, что в метель за какой-то водой бегать? Ну, потерял пол ХП, ничего страшного. Сейчас главное успеть. Чтобы... Чтобы солнце не сокрылось. Оно же было. Да было. Но может сокрыться. Может. Очень может. Все может. Тут такое дело. Может быть, что угодно. Так, это пока пусть тут все валяется. Мне это ни к чему. А медведь у меня достаточно близко так и сдох. Да? Да. Поехали. А так, видишь, главное ждать и дождешься рано или поздно хорошей погоды. Вот и все. Я дождался. Ну, правда, мне это стоило пол-пол здоровья стоило, да. Многие из вас скажут, что это было слишком жестко. Нет, ну тут поблизости есть же еда. Да, поэтому я не сказать был, что я тут шибко рисковал. О, вот, видал, сколько у меня тут топлива? О, сколько топлива! И отток начала. И вот еще валяется топливо тоже, кстати. А тут, наверное, потому что уже расставлять негде. Ну да, именно поэтому. Именно поэтому. Все, воды напился. Едва не утонул на всю жизнь. Воды напился, а я выплыл, кое-как сел на камень и поник. Так, сколько там, говоришь, у нас 10 часов. Ну, можно на 2 часа поставить, в принципе, воды, 2 часа поспать. И на этом мы с вами распрощаемся. Пироги всякие там, кексы рыбные будут в следующей серии. А эта серия наконец-таки заканчивается. Наконец-таки заканчивается. Ура! И Клавдия Семеновна отступила. 965 дней. 35 дней. Чуть больше месяца до 1000. Значит, так. Провидению припоручаю вас, дети мои. И заклинаю. Остерегайтесь выходить на болот в ночное время. Когда силы зла влавствуют безраздельно. Спасибо, кончено.